Некрасивая, страшная, с большим носом и неряшливая. Как же выглядела Хюрем Султан? Кто ее видел и какой портрет считался настоящим, так как он писался с натуры? Из-за чего влюбился в свою хозяйки Сулейман? И почему ее считали ведьмой? По какой причине Хюрем все время разные на портретах? Давайте разбираться. Итак, Хюрем Султан все время оценивали по одному портрету. Художником картины был Тициан. Долгое время считали, что только ему удалось написать картину самой Хюрем Султан. Но вскоре выяснили, что это далеко не так. Портрет был написан после смерти Хюрем. Значит, с натуры он писать не мог. И второе. Султанша была мусульманкой, а значит писать картины с нее было запрещено. Есть версия, что девушка, которая позировала художнику, была его дочь. Поэтому нет ни одного портрета, который был подлинный в плане внешности султанши. Они все писались по воспоминаниям евнухов или послов. Только венецианским послам удалось увидеть эту женщину, так как именно Сулейман разрешил Хюрем сопровождать себя на приеме послов. По истории сам Султан во время похода написал письмо в столицу о том, чтобы готовили его любимое самое красивое и дорогое платье в честь его победы, так как именно она будет с ним рядом на приеме. Она будет стоять рядом с троном в золотом платье и без закрытого лица. Теперь она его королева. Неспроста Султан женился на этой девушке. Вы можете увидеть более подробно эту причину тут. Ссылка будет в описании или по ссылке выше. Скажу вам честно, уж очень много описаний Хюрем. Она, по словам историков, была разной. Будь то посол или евнух, каждый описывал ее по-разному. Ее описывали маленькой, толстой, некрасивой и так далее. Но сложно поверить в то, что она была страшненькой, так как самые красивые женщины попадали в Карем к Султану и проходили жесткий отбор. Вот, например, посол Бергалини описывал Хюрем как маленькую, толстую и очень неопрятную женщину. Глаза глубоко посаженные, тонкие губы, нос круглый и большой. Брови светлые и практически незаметные на ее лице. Большой акцент Бергалини делал на ее поведении. Она была неповоротливая, очень любила поесть и делала это неуклюже и неаккуратно. Практически все время у нее была еда у кончиков рта. Но Сулеймана это не волновало и не мешало. Султанша легко могла поддержать разговор на любую тему. Она имела хорошо поставленную речь и была хорошо образована, что и нравилось Сулейману, так как он всем видом показывал, что Хюрем во многом разбирается. По словам Бергалини, Хюрем вызывала у него неприязнь. Но на слова посла могли влиять много факторов. Обида на султана, свои индивидуальные предпочтения и так далее. Есть еще один венецианский посол, который говорил о ее некрасоте. Но он был очень краток. Он писал в своих отчетах. Хюрем была некрасива, но миниатюрна и грациозна. Могла похвастаться своими знаниями и красивой речью. Но есть еще один момент, где также упоминается о ее внешности. Это ее письмо к султану. Она писала там такие строчки, как «Прикладываю свое некрасивое лицо к вашим благословенным ногам». Хюрем очень сильно выделялась своей внешностью в гареме. Она была рыжей, и есть много упоминаний, где описывают ее огненные волосы. Именно они стали источником слухов о том, что женщина была ведьмой. К девушкам с таким цветом волос относились с опаской. Обычно цвет волос у наложниц был черный, рыжий только у Хюрем и Михрима. Мы можем увидеть ее цвет волос на картинах, но не на всех. Есть картины, где она с черными волосами. Все картины написаны по рассказам Евнухов, и можно предположить, что там, где волосы рыжие, она еще молодая. А там, где волосы темные, Хюрем уже в возрасте, и она могла легко закрашивать их темным цветом. По двум причинам. Первое. Тогда в моде был темный цвет волос, или у нее пробивалась седина, и женщина ее скрывала. К сожалению, как точно выглядят хосяки, сказать нельзя. У каждого было свое описание. А изучить прах невозможно, так как Вера не разрешает это делать, поэтому приходится только гадать. Возможно, это и можно было сделать по одежде и украшениям, но вещи Хюрем были переданы в старый дворец, который сгорел вместе с ними. Но осталась налобная повязка. Судя по ней, можно сделать выводы, что Хюрем и вправду была маленького роста, не больше 150 сантиметров, так как сама повязка была 53 сантиметра. И еще сохранились золотые шаровары. Мы обсуждали, как она могла одеваться, и что это за шаровары. Можете перейти по ссылке выше, или ссылочка будет в описании к этому видео. Что касается характера султанши, все в один голос говорили, жестокая Хюрем Султан. И вправду, она была дальновидна и очень умна. За ее улыбчивость и смех ей султан подарил имя Хюрем, которое по сей день осталось только с ней. Никто не стал называть ее именем своих детей, так как не хотят, чтобы у детей была такая же нелегкая судьба, как у султанши. Есть предположение, что именно Хасике подстроила драку с Махидевран. После чего она сделала все, чтобы Сулейман узнал, что Махидевран и сцарапала ей лицо. После этого случая девушку выгнали, но есть предположение, что Махидевран могла остаться в гареме, так как у султанши были дети после драки, и соответственно Сулейман был с ней. Хюрем всегда была в курсе всех событий, так как у нее были свои шпионы во всем османском государстве, которые сливали ей всю информацию, и ее она потом преподносила Сулейману. Она была предана своему султану, и Сулейман был ей благодарен за это. Он часто с ней советовался в политических делах. Также Хюрем хорошо общалась с Рустемом Пашой, который тоже ей рассказывал все, что происходит в диване. Возможно, Хюрем и не могла лично видеться с Пашой, но это легко можно было сделать через Мехримах. Была история с казнью Рустема. Историки рассказывают, что Сулейман хотел казнить его, так как яначары винили Рустема в казни Мустафы. И дабы усмирить толпу, Сулейман хотел казнить мужа Мехримах, но Хюрем просила его этого не делать. В письме она писала, что его раба Мехримах не выдержит такого испытания, и ради спокойствия их семьи он должен оставить эту затею. Сулейман послушал Хюрем и выслал Рустема на какое-то время, пока не улеглись волнения в народе. Хюрем писала очень красивые любовные письма султану, которые сохранились по сей день. Я отравлена ядом, ядом разлуки, и нет противоядия. Все краски пожухли, и ветер злобно завывает и сносит все на своем пути. Радуга померкла, птица счастья покинула меня. Нет больше того безмерного счастья быть любимой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова